Даши Намдакова Первая большая персональная выставка Даши Намдакова должна была состояться здесь еще полгода назад. Но буквально за две недели до ее открытия неизвестные преступники выкрали из мастерской художника буквально все. И ювелирные украшения, и бронзовые скульптуры. Никакого специального расследования Намдаков устраивать не стал. Лишь собрал близких и сказал, ничего страшного, надо работать. И повторил полностью всю коллекцию, правда, с небольшими нюансами. Потому и назвал ее преображение. Это было действительно мужественное решение, повторить неповторимое. Мир Намдакова с реальностью ничего общего не имеет. Он населен могучими кентаврами, это кентавр он, а это, не удивляйтесь, она. Странными эльфами и злобными гномами, величественными быками, этот главный бык-хан. Зритель подготовленный ищет подсказку в бурятских эпосах и ломоизме. Кто-то рассматривает диковинные черепа с точки зрения фэнтези. Чем вам не герои фильма чужие? Кстати, за работу в качестве художника над картиной Сергея Бодрова-старшего монгола, Даши был удостоен множества призов. Но есть среди зрителей те, кто уверен, эти шедевры созданы вовсе не Намдаковым. Я думаю, что это не он. Вот вы его спросите. Мне кажется, что это природа творит в нем. Потому что он весь, знаете, откуда-то из каких-то, так сказать, горов, из каких-то очень мистических, красивых мест. Он из природы. И поэтому природа творит. Даши действительно родился и вырос на берегу Байкала. Но чудесных видений и вещих снов не припомнит. Говорит, все, что создает плод кропотливого труда, знания истории мировой культуры и воспитания родителей. Мы были в искусстве с рождения. Вот отец этим занимался, вся семья, старшие братья. Сейчас я шестой ребенок, поэтому я так, естественно, уйдился в эту среду. Мы ковры ткали, и живописью занимались, и буддистской живописью, и скульптурой. Я благодарен родителям, что они всех нас, 8 детей, воспитали в такой среде, что мы влюблены все в искусство. В мир иллюзий и духов, запечатленный в бронзе, золоте и серебре, москвичи могут погрузиться до середины марта. Ольга Стрельцова, Леонид Куликов, Никита Медведев, ТВ-центр, Москва.